острого дня господа нажиманы с вами снова алексей пономарев и ножевая колонка видеонайфи сегодня хочу рассказать вам про ножи булли булли это маленький бычок тычок который выпустила бруталика knives буквально на пороге нового года у нас новый год наступил год быка поэтому собственно вот такие маленькие боуи в виде быка рогов быка и вообще такой быкующий ножичек у нас получился он довольно компактный вот в таком комплекте он идет кожаный чехол и внутри находится замечательный нож не все любят пушдаггеры потому что не все знают как ими пользоваться почему-то всем кажется что это что-то страшное ужасное и для ножи бойцов совершенно сумасшедших нет это не так вполне стандартное хозяйственно бытовое изделие у нас очень классная кожа с вот такой красивой прострочкой и собственно сам нож смотрите это довольно интересное нанесение все в лазере лазер цветной мы немножко добавили сюда золото очень хотелось много золота и с другой стороны конечно же у нас бык вот такой золотыми рогами нож вот таким образом держится в руке специально сделан для того чтобы находиться между указательным и средним пальцем те кто берут пушдаггеры вот так в среднее положение ну совершенно неправы отдельно неправы те кто пытаются взять его вот так глубоко в кулак это неправильное использование пушдаггера почему расскажу чуть дальше здесь у нас красивый боу и такой задранный носик плоская площадка для того чтобы адекватно упереться большим пальцем и самым хозяйственно бытовым и скажем так бытовом варианте применимым хватом я считаю пистолетный потому что специально у меня сделана рукоятка чуть под углом и вот так мы берем как обычный пушдаггер чтобы быстро что-то открыть а чтобы что-то построгать мы берем вот так пистолетным хватом и упираемся большим пальцем для того чтобы у нас была фиксация изделия в руке и в этот момент мы можем строгать все что угодно с этой стороны находится фальш лезвие спуски от середины слабо вогнутые и он действительно прикольно строгает в комплекте у нас как идут я говорю вот такие кожаные ножны для серого варианта и черные кожаные ножны с красной прострочкой для варианта черного у нас два цвета этого самого бычка да кстати о названии называется он булли это оно производное типа уменьшительно ласкательное от слова булл ну потому что ножей булл вагон а хочется что-то небольшое мелкое вот было придумано слово булли плюс ко всему с английского жаргонного английского если хотите булли это хулиган ну это же хулиганское изделие ну по крайней мере по виду здесь присутствует дулька она позволяет нормально точить этот нож вы не залезаете на река со здесь хорошая плоскость в любой зажим любого абсолютно заточного устройства он спокойно заходит и удобный зараза в обслуживании ну что могу сказать что еще дополнительным бонусом к этому ножу у нас идут и кайдексовые ножны мы сразу не стали делать в кайдексе потому что так кайдекс это дорого это не очень просто делается и поэтому решили что это будет отдельная товарная позиция и вот так выглядит кайдекс на булли здесь у нас тоже лазерное нанесение наконец-то появилось слово бруталика на самом этом ножей бруталики не написано два винта и вот такая стропа на проставках хотите на ремень ручкой вниз ручкой вверх эта петля спокойно держит до солдатского варианта до 40 миллиметров естественно если у вас прямые руки и узкие например ремни то вы можете подрезать эту стропу и переставить перебить это отверстие сделать ее чуть короче и и короче имеет смысл делать еще для тех кто хочет его на горизонтальное ношение то есть вы понимаете мы можем взять вот эту петлю переставить ее вот таким вот образом через верх и он получится в горизонтальном ношении но если честно мне кажется что вертикально на правом боку если вы правша вам это вполне зайдет ножны симметричные если вы левша то можно спокойно переставить на другую сторону иметь симметричность просто лицевая у вас будет без гравировки почему у меня здесь вот такой темлячок а здесь вот такой темлячок потому что в стоке он идет вот такой максимально компактный чтобы вот этом самом чехле спокойно держаться и быть ну как наша бритва компактным лежать у вас в кармане в сумке нигде не мешаться и все остальное никаких утолщений в тот момент когда вы уже переходите на кайдекс и вам кажется что это более частый ваш предмет в руках это не для коллекции это реально на повседнев то тогда я рекомендую вешать все-таки стандартный паракордовый темляк желательно с крупной бусиной вот и для чего это делается для того чтобы заполнять хват то есть тоненький шнурочек у нас не действует на хват мы имеем только вот это вот положение а в тот момент когда у нас появляется толстый темляк то это заполняет вашу ладошку кому-то так надо особенно это чувствуется в большом вот этом глубоком хвате пистолетом который предназначен именно для реза для строгания и так далее черный тоже очень красивый здесь абсолютно сохранена та же история как и на сереньком здесь бык золотыми рогами надпись булли вот эти брызги и вот так выглядит у нас фальш на сером не так это хорошо видно а здесь вполне все понятно с этой стороны у нас черепок бруталика довольно острое изделие будьте аккуратны пластырь мы кладем в подарок но это не повод резаться фальш вот такой интересный весьма классный как хозяйственно бытовое применение я его вижу абсолютно во всех ипостасях можно спокойно строгать вскрывать коробки можно резать ну рубите наверное все таки им не рекомендую он довольно маленький посмотрите у меня не самая крупная рука но при всем при этом могу вам рассказать что общая длина ножа 110 миллиметров длина клинка 57 толщина здесь 38 вполне достаточная для тычка такого размера вес без ножен 55 грамм и здесь аус 8 в очень хорошие термички реально это производство радует термичкой и могу сказать что и зал с 8 они вытягивают ну реальные максимума ну почему не бычок правда ведь бычок хороший хороший быкующий бычок про хват в любом случае все кто смотрит это видео все кто интересуются ножами тычкового плана все все равно думают о том что это в первую очередь пушдаггер и предназначен для сурового ножевого боя во-первых это не так это просто нож с перпендикулярной рукоятью он чуть другой конструктивно чем ваши привычные ножи вы можете его брать так и использовать так как вы придумаете вы можете его в первую очередь все-таки брать вот так пистолетным хватом и это удобно реально все кто пробовали говорят нифига себе какой классный хват до хват у него реально классный он и режет и строгает и по коробкам уже работает как будьте нать но если вдруг вы с друзьями собрались у вас есть вот такой нож даже не такой нож любой другой там urban pal еще какие-то тычки от других производителей важно запомнить и донести до всех остальных если вдруг вы рассказываете какие-то страшные ножевые истории о том что вы бьетесь там еще что-то страшное применение пушдаггера все обычно новички и все остальные берут нож вот таким вот образом во-первых это неудобно я как старый каратюга все-таки считаю что вот таким образом кулак должен ставиться и на отжиманиях и на собственно работе по ну например груши потому что меня учили что костяшки среднего и указательного пальца ваша ударная поверхность они вот это как это все сейчас исполняют ребята новые школы потому что все видимо привыкли к перчаткам и все стало иначе важно понимать что в этом ноже что в urban pal я что в других тычках чаще всего это перемычка стальная без всяких перекрытий это жутко травмоопасно если вы вдруг где-то решили в какой-то старый столб ткнуть таким ножом в тот момент когда вы берете вот так вот так глубоко это не байки этой истории жизни вы бьете очень сильно чаще всего вот таким вот ударом вы травмируете себе абсолютно все и бывает даже рвется вот здесь кулак сам по себе между вот этими двумя костяшками и даже если мы с вами предположим что вы взяли так как нравится мне то история ровно такая же в тот момент когда вы попадаете куда-то в твердое может случиться вот такой излом изделия и тонкой этой стальной ножкой будет распахана вот так вот рука как минимум разрыв вот здесь между пальцами потом заживает очень мрачно и не интересно поэтому правильное использование пушдаггера происходит на вот этих фалангах между вот этой 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 фаланги вот таким вот образом во первых это удобно для хозяйственно бытового использования вы можете опять же закрыть вот так вот это большим пальцем и аккуратненько резать это важно в тот момент когда вы например схватили что-то и вам нужно быстро отрезать вот это главное назначение пушдаггера в тот момент когда он у вас в руке до хват весьма непривычный его нужно просто понять он закладывается вот сюда на границу пальцев и самой ладони закрывается хват и вот таким образом под 90 градусов кисти он остается это не мешает вам работать погруши что прямыми что боковыми что какими угодно ударами и даже не мешает вашим апперкотом потому что вы не раните себя не раните никого все в порядке в тот момент когда нужно что-то схватить и отрезать вы делаете это движение а все остальное главное применение на проникающую способность она происходит вот такими клюющими ударами что боковыми что сверху вниз что снизу вверх ну не знают возможно кто-то из бармалеев такое тоже практикуют еще раз это хозяйственно бытовое назначение хозяйственно бытовой нож и он сделан для того чтобы просто вас радовать своим резом а в первую очередь радовать нахождением в вашем кармане потому что важно что нож у вас есть какой нож это вопрос уже 16 этот справляется со всеми задачами с которыми может справиться настолько небольшой нож изделие получилось я честно сказать очень доволен и несмотря на то что этот хулиган у нас сделан для все-таки новогоднего промоушена то что у нас год быка и все остальное это позиция надолго она будет продаваться у нас будет продаваться по всему миру и будет продаваться долго поэтому если не успели на новый год не думайте о том что ну а зачем мне дальше нож с быком затем чтобы у вас был классный интересный пушдаггер многие спрашивали почему не дроппоинт почему не одно второе мне честно сказать понравилась именно эта форма я рисовал специально боуи и над боуи тычком я думал больше года наконец вот под новый год разродилась по поводу того почему все-таки рукоятка не под 90 градусов это реально удобно именно для хвата вот этого нарезающего для хвата пистолетного с использованием или без использования темляка им прикольный уколоть и отрезать и так далее и поверьте мне чаще всего он именно в этом хвате будет в вашей руке ну и не забывайте про то что у нас есть классный кайдекс хороший мощный тугой для того чтобы это изделие было более тактическим более для вас таким современным а кто за олдовость то конечно я изначально делал вот такую интеллигентную штуку которая никогда ни у кого не вызовет никаких вопросов это реально ну не то чтобы спрятать изделие это прикол в том что никогда никто не спросит вас а чё это у тебя опять с собой нож пока это у вас лежит на столе никому даже не понятно что здесь внутри режущий предмет это не скрытость ношения а это вопрос именно в том чтобы не пугать всех тех кто пока еще думает что нажимание от него далеко да кстати в подарок такие штуки приобретать тоже рекомендую потому что это классный подарок прикольный девайс и именно с помощью этой пилюли можно спокойно аккуратно заразить очередного человека нажиманий с вами снова был алексей пономарев рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости про свои новые бычки те самые небольшой бычок он же хулиган булли подписывайся на канал у меня интересно